Странный вирус, который поселился в видеоигре и вызывает опасное поведение у подростков. Тестировщик, убитый службой безопасности компании за попытку исправить код. Немыслимые приключения реальных людей, попавших в игровой мир. Все это ждет нас в аналоговом хорроре Too Much Kirby. Для тех, кто не в курсе, скажу. Кирби это персонаж видеоигр, созданный в 1992 году японским гейм-дизайнером Масахиро Сакураи. Существо выглядит как розовый шар с руками и ногами. Однако за таким незатейливым внешним видом скрываются недюжины способностей. Кирби может не только менять форму и левитировать, но еще... Хера себе! ...вдыхать своих врагов, получая их способности. За 30 лет с момента первого появления розового персонажа вышло примерно столько же самых разнообразных игр с его участием. Недаром Кирби регулярно попадает в рейтинги самых популярных героев видеоигр. С этим разобрались. Теперь давайте перейдем к самому аналоговому хоррору. С вами Фантом. Погнали! В первом эпизоде после логотипа Нинтендо мы видим меню игры Кирби Суперстар. Персонаж делает свои первые шаги по уровню. Как вдруг у него стремительно заканчиваются жизни. Экран чернеет, и Кирби падает в пустоту. Затем нам показывают черно-белое изображение трех парней, сидящих перед игровой приставкой. На экране можно различить размытые изображения Кирби. Пока ничего не понятно, поэтому двигаемся дальше. Второй эпизод. Печального вида Кирби вновь пытается пройтись по уровню. Но геймплей прерывает рекламный ролик. Мы видим, как санитары везут пациента по больничным коридорам. Затем над беднягой склоняется врач и произносит диагноз TMK. По экрану разливается рябь, и появляется существо, похожее на Кирби. Только теперь с черной дырой на месте лица. Несколько раз звучит фраза «Распространи его». И вот черный экран с надписью «Game Over» и бездыханный Кирби намекают нам, что игра окончена. Но внезапно розовый персонаж поднимает голову. Мы вновь видим черную дыру и надпись TMK.exe в субтитрах. Далее появляется черно-белое изображение комнаты, где видно работающий телевизор. Приглядимся получше. Экран с улыбающимся Кирби отражает силуэт висящего в петле геймера. Эпизод заканчивается диким женским кривом. А теперь давайте немного проясним увиденное. Что же означает аббревиатура TMK? На самом деле кадры с больницей – это часть реального рекламного ролика игры «Кирби Суперстар». Фраза TMK – это сокращение от «too much Kirby», что переводится как «слишком много Кирби». Якобы с таким диагнозом дети стали попадать в больницы после выхода игры в США. Вот такой вот маркетинг. Если резюмировать второй эпизод, то получается, что кто-то переиграл в игры и совершил непоправимое. Стоит также отметить, что в описании к эпизоду написано «один шанс на миллион». Третий эпизод под названием «Отчет об ошибке» напоминает о событиях предыдущей серии. Кто-то включает в комнате свет и видит чудовищную картину. Однако на этот раз экран телевизора пустой. Улыбающегося Кирби и след простыл. При этом в субтитрах мы видим имя Брэнд Коул. Судя по всему, так звали незадачливого геймера. На экране тем временем появляется звонящий телефон. И мы слышим разговор двух мужчин. Они обсуждают уже знакомую нам аббревиатуру TMK. Ты прав, все становится хуже, говорит один из собеседников и кладет трубку. Над телефоном появляется изображение вируса, который, судя по всему, планирует распространяться и дальше через картриджи с игрой. В этом ролике мы попадаем в меню, где можно отрегулировать громкость музыки и звуковых эффектов. Однако в процессе настройки на экране появляются фразы. «Зачем я был создан? Ответьте мне!» На какое-то мгновение розовый Кирби вновь принимает вид черно-белого монстра. А вот и свежий выпуск новостей. Мы узнаем, что некая игра едва не довела школьника до сведения счета с жизнью. Чуть позже нам показывают надгробие Брэнта Коула. Выходит, первой жертвой игры действительно стал 13-летний подросток. На экране появляется текст. «Ты не можешь винить меня в том, что мой мир лучше твоего. Виноват лишь ты один». Параллельно мы видим кадры выпуска новостей, где диктор рассказывает, что несколькое ощущение, что 25-й кадр был с диктором, кстати. Несмотря на повальное распространение ТМК, многих детей удается спасти. Ведь эта странная болезнь лечится специальными розовыми таблетками. А вот перед нами, казалось бы, малозначительный эпизод, который предшествовал релизу игры. Один из разработчиков по имени Донни Смит заявляется к боссу. Надо сказать, что оба персонажа представлены в виде героев вселенной Кирби. Донни выглядит как второстепенный персонаж Уодл Ди. В то время как в боссе мы узнаем главного соперника Кирби по имени Король Дидиди. Донни жалуется, что нашел странный баг в игре. Однако все его замечания остаются без ответа. Босс разражается тирадой и, дескать, хватит заниматься ерундой. Компания ищет... Баги это ж ерунда в играх. Серьезные баги и есть заниматься ерундой. Компания ищет серьезные баги и есть всего один шанс на миллион, что этот жалкий ТМК как-то заявит о себе. Короче говоря, пора тебе, Донни, уже заняться делом и не отвлекать босса по пустякам. Проигнорированный разработчик уходит в освояси. Далее мы видим, как включается компьютер. И на мониторе возникает гигантский глаз. Он все еще помнит меня, гласит текст на экране. Стоит обратить внимание и на описание видео. Здесь мы видим следующий текст. Баг не выглядит враждебным. Кажется, он просто хочет ответов. Ответов, которые я не могу дать. Необходимо узнать, кто запрограммировал эту странную штуку и почему. То есть разработчик Донни Смит нашел странный баг, который обладает признаками разума. Однако босс ничего не захотел слушать, сославшись на статистически ничтожную вероятность того, что программная ошибка каким-то образом всплывет наружу. Ну да, ну да, а потом она начнет ломать всем игру и пипец. Следующий эпизод значится как якобы перезалитый предыдущий. Ты знаешь, это, иллюстрирует тех самых боссов, которые заставляют быстрее игры выпускать, быстрее фильмы выпускать и вообще что угодно. Типа, ну не готово еще, надо доработать. Да не, насрать, выпускаем. А потом, а чё это оно провалилось? А чё это геймеры или те-то-те-то нас говнят? Ну даже не знаю. Сначала всё действительно начинается так же. Донни идёт к боссу с жалобой на баг. Но при этом видео сильно искажено. В какой-то момент Донни и босс вообще пропадают. И на экране появляется водоворот из разноцветных пикселей, в которых угадывается геймплей игры. Внезапно мы опять возвращаемся к диалогу двух персонажей. Только на этот раз они обмениваются совершенно другими репликами. Босс требует ответа на вопрос. Однако Донни не понимает, о чём идёт речь. Замешательство продолжается несколько секунд. После чего босс превращается в уже знакомый нам вирус. И появляется вопрос. Что я такое? Загораются три большие буквы. Интерект какой-то. Ти-эм-кей. А в чёрной дыре на лице вируса открывается огромный глаз. Следующий эпизод начинается с того, как Кирби проходит уровень грин-гринс. На первый взгляд ничего подозрительного. Только вот проглатывая врагов, Кирби выплёвывает лужи крови. Как-то не совсем вяжутся такие приёмы с репутацией милого... Ну, не лужи крови он выплёвывает, А врагов, которые разбиваются об стены. ...персонажа. Завидев дверной проём, Он заходит в таинственную комнату. Привычный яркий мир исчезает. Ведь здесь внутри всё чёрно-белое. Персонажа встречает ухмыляющееся существо, Которое оказывается вирусом Ти-эм-кей. Злодей сразу же переходит к делу И просит написать сообщение. Но поскольку этот Кирби меньше предыдущего, Сообщение будет коротким, Всего три буквы. Ведь необходимо заставить Донни пошевеливаться. Напоследок мы снова видим фотографию С тремя подростками, Под которой написано Правильный ребёнок. Экран... Я такой думаю, Правильный ребёнок или... Правильные дети? Сначала подумал, Такой думаю, Может, правый ребёнок? Темнеет, А внизу появляются весьма туманные строки. Заебали в боулинг играть. Осталось ещё одно тело. Я наконец-то получу то, Что нужно. На завершающих кадрах мы видим, Как полицейская машина мчится на вызов. В описании к эпизоду следующий текст. Два из трёх. Похоже, мы только что стали свидетелями второй смерти. По какой-то причине вирус заставляет подростков наложить на себя руки, Запирая их разум в игре. Эпизод начинается с того, Как Донни, сидя за компьютером, пытается пофиксить... Может звучать весело, но явно ничего весёлого. Сомневаюсь, что там что-то хорошее ждёт. Конечно. Ошибку. А именно записать нормального Кирби поверх файла tmk.exe. Это позволило бы раз и навсегда решить проблему. Но внезапно Донни засыпает, Забыв запустить процесс. При этом система безуспешно пытается разбудить разработчика. Просыпается он лишь от сильного стука в дверь. На пороге стоит босс, и он мертвецки пьян. Несмотря на все протесты Донни, начальник проходит в дом. И, судя по всему, собирается надолго здесь остаться. Что тебе известно о TMK? Правильно понял? Он пытался отдебагать игру? Внезапно спрашивает босс. Донни в замешательстве. То, что незваный гость вспомнил про игровой баг, Это даже более удивительно, чем визит посреди ночи. Мой сын оказался одним из миллиона. О, все даже веселее оказалось. Одной фразой босс расставляет все точки над «и». Ситуация принимает интересный оборот. Ведь сначала босс всячески игнорировал странный TMK. А теперь жертвой загадочного вируса стал его сын. Еще большую сумятицу вносит описание ролика. «Как долго ты еще будешь врать, Донни?» Выходит, главный персонаж истории не так-то прост. Эпизод под названием «Первая жертва» показывает, что же на самом деле произошло с Брентом Коулом. На экране появляется оскалившийся вирус, который приближается все ближе и ближе. Откуда-то сверху медленно спускается петля. Брент пытается защититься, но слишком поздно. И вот его тело покачивается на веревке, которая издает характерный скрип. А спустя несколько секунд розовый персонаж будто бы выпрыгивает из комнаты подростка. И оказывается внутри игры. На темной половине экрана появляется текст. «Петля никогда не закончится». Брент Коул, ты никогда не станешь частью моего мира. Интересно, почему ты так сильно этого хотел? Полностью история Брента Коула раскрывается в следующем эпизоде. Мы видим уже знакомые кадры. Вот у Кирби, за которого играет подросток, резко уменьшаются жизни. Зачем появляется петля? А спустя некоторое время раздается крик матери. Сам того не подозревая, парень оказывается в игре. Здесь его уже ждет вирус, вооруженный молотом. Спасибо, но на этом твоя история заканчивается. Надеюсь, ты тоже однажды найдешь свое предназначение. Где... Молот похож больше на бочку на палке. Бы ты не оказался. В конце эпизода мы видим, как Брент в образе Кирби пытается убежать. Однако с каждым разом становится все меньше и меньше, пока совсем не исчезает. На экране вновь появляется петля. И раздается крик. Эпизод начинается с яркого экрана, который оповещает нас, что игра окончена. У игрока есть две опции – продолжить или выйти. Здесь же мы видим спящего персонажа, которого подхватывает рука-курсор. Сразу после этого меню пропадает. И на экране появляется изображение ночного неба. На луне уселся персонаж, у которого сразу два имени – Нодди и Маркс. Нодди – это в серии игры про Кирби его враг. Шарообразный челик, розового, а иногда желтого цвета. И да, он станет главным антагонистом второго сезона. Замена. Ты должно быть в замешательстве, новичок. Я бы прочитал документ еще раз. Или пусть босс расскажет. Нодди не успевает закончить свою речь, поскольку внезапно взрывается, оставляя луну одиноко висеть в небе. Однако злобный персонаж появляется в самом конце эпизода со словами «Желаю повеселиться как следует с этим монстром». Двенадцатый эпизод. Мы видим, как босс пытается разбудить Донни. Но все попытки заканчиваются безуспешно. Что же, придется пока самому поискать ответы среди бардака, который Донни устроил в квартире. Вдруг что-то прольет свет на таинственный вирус. А что с Донни? Соманные очки, остановившиеся часы, куча и прочего ненужного хлама. Но очередная находка откровенно шокирует босса. На ржавой полке стоит упаковка таблеток от вируса ТМК. Спустя некоторое время Донни просыпается связанным. Босс сразу переходит к делу. Ты заражен вирусом? Донни молча кивает. Расскажи, что ты видишь прямо сейчас. У нас появляется уникальная возможность посмотреть на мир глазами Донни. Перед нами проносится калейдоскоп из игровых эпизодов, изображений и персонажей, из самого вируса, а также рисунок луны и солнца. В конце Донни произносит. Я вижу короля Дидиди. Теперь становится очевидным, что первый симптом заражения вирусом — это галлюцинации. Неспроста мы с самого начала видели разработку... Я так и думала, что это его глазами. А я что-то даже не подумал. То есть, получается, да, это его глазами мы видим. ...чика его босса как игровых персонажей. Ведь Донни откровенно признается, что, глядя на босса, видит короля Дидиди. Наконец-то кое-что в этой истории начинает проясняться. Тринадцатый эпизод. На чёрном экране появляется статуэтка, изображающая одного из игровых персонажей. Однако с каждым выключением света жизнерадостное выражение пропадает с лица фигурки. Более того, вслед за улыбкой исчезает и само лицо. Так продолжается несколько раз. Шарик с улыбкой получился. Причём сначала он переставал улыбаться, а потом у него это от уха до уха, грубо говоря, стала улыбка. Пока не остаётся только постамент. Картинка резко меняется, и теперь перед нами открытый космос. Фигура Нодди, он же Маркс, медленно уплывает к звёздам. А в глазах персонажа отражается солнце и луна. А теперь приготовьтесь к жёсткому возврату в реальность. Мы видим, как какого-то человека сбивает машина, а выстрел из пистолета завершает чёрное дело. Бедняга остаётся лежать на асфальте, а убийца прыгает в машину и уезжает. Да не куда-нибудь, а в штаб-квартиру Нинтендо. Эээ, чего? Это Донни, что ли? Появляется своеобразный отчёт. Бета-тестер номер один. Статус мёртв. Нарушение правила номер три. Может, это возглавлял Донни? Может быть, кстати, тоже. Становится понятно, что приключилось с разработчиком, чьё место... Кажется, теперь Тус мёртв. Нарушение правила номер три. Кажется, теперь становится понятно, что приключилось с разработчиком, чьё место занял Донни. Кто-то решил позволить себе слишком много вольностей и нарушил одно из правил компании. Расплата последовала немедленно. В начале следующего эпизода Донни просыпается в абсолютно белой комнате. Кажется, он здесь один. Настоит лишь моргнуть, как напротив возникает статуэтка из прошлого эпизода. Незнакомец спрыгивает с пьедестала, однако на все вопросы Донни отвечает молчанием. Всё выглядит как дурной сон, поэтому наш герой пробует проснуться. Силуэт незнакомца покрывается рябью, а Донни выкидывает в яркое помещение, напоминающее сцену. Эпизод вышел весьма странным, и даже текст... «Ты должен помнить детали», расположенные в описании, не помогает прояснить ситуацию. Пятнадцатый эпизод начинается с синего экрана и многообещающей надписи. Вам не следует смотреть это видео. Далее на экране появляется Супер Марио и рассказывает про внутреннюю политику компании. К сожалению, звук искажён, и мы ничего не можем понять. Однако правило номер три акцентируется особенно. Не вмешиваться в код. Мы видим, в каких условиях приходится работать игроделом. Камеры расставлены везде, в том числе на рабочих местах. Про сотрудников известно всё вплоть до мельчайших подробностей личной жизни. Поэтому в случае игнорирования правил нарушителя ждёт неминуемая кара. Изображение людей в гробах явное тому подтверждение. В конце ролика появляется логотип организации The Tester Foundation. В следующем эпизоде Марио продолжает инструктаж для сотрудников. В какой-то момент изображение перекрывается чёрным прямоугольником и появляется надпись. Бета-тестировщик номер один для Кирби Суперстар. Больше не в работе. Марио ещё раз упоминает про... Он, видимо, перекрыл? Или чё? Я не очень понял, где это было. Правило номер три. После чего эпизод заканчивается. И вот опять мы видим Донни на разноцветной сцене, где он оказался несколькими эпизодами ранее. В зрительном зале сидят четыре копии вируса и повторяют одно и то же слово. Однако стоит Донни на них прикрикнуть, зрители мгновенно замолкают. Воцаряется полная тишина, и мы видим, как на глазах у Донни наворачиваются слёзы. Он постепенно вспоминает, каково это быть человеком. Неужели действие инфекции закончилось? Но как бы не так. Идиллию нарушает невесть, откуда взявшийся Маркс. Дескать, рано радуешься, приятель. Теперь два антагониста встретились на одной сцене. Но Донни сдаваться не намерен. Ведь жизнь в игре порядком ему поднадоела. Противник раскрывает все карты. Он и есть тот самый первый разработчик, на место которого взяли новичка. И теперь тестировщик номер один поведает свою историю. До того, как попасть в проект Кирби Суперстар, он уже работал над несколькими играми. Однако именно баг под названием Кирби-06 заинтересовал его по-настоящему. Ведь Маркс никогда не сталкивался с чем-либо подобным. Однако попытки решить проблему были чреваты сильными побочными эффектами. Так постепенно из мира пропали все цвета. Но при этом зрение невероятно обострилось. Кроме того, с каждым днём у Маркса развивалась странная зависимость от Кирби-06. Разработчику хотелось ощутить на себе всю силу этой сущности. Поэтому убийство было ничем иным, как возможностью лично попасть в игру. И да, только сейчас Маркс впервые почувствовал себя счастливым. Чего? Именно здесь его дом. И трудно... Убийство? Может смерть? Придумать место лучше. Но есть одна проблема. Дон не успел что-то сделать с багом. И теперь всё работает не так, как раньше. Это сильно раздражает нашего антигероя. И он намерен выпытать правду у преемника. И так, Дон, не самое время хотя бы один раз в жизни сказать правду. В 18 эпизоде мы возвращаемся в прошлое, где соперники предстают вполне себе настоящими людьми. Маркс в гневе, ведь только что его уволили. Причём совершенно несправедливо. К тому же на его место взяли бесполезного новичка. И вот Маркс сталкивается нос к носу с Донни, который в примирительном жесте протягивает руку. Однако уязвлённый парень грубо отвергает предложение и уходит. Дон не... Ну да, действительно. Чел вообще не в курсе, никак с этим не связан. Он просто пришёл на работу. Давай это... Будем кукситься и это обижаться на него за что-то. И ненавидеть его. Дон не просит бывшего коллегу не быть таким засранцем. После этих слов у Маркса окончательно падает забрало. И он начинает избивать Донни. Мол, никто никогда не сможет заменить меня. Дон не повержен и лежит на полу. Тем временем мы возвращаемся в игру. Маркс всё ещё требует от Донни ответа. Что же он всё-таки поменял в коде? Однако парень продолжает идти в отказ. Не понимаю, о чём речь. И всё тут. Нервы сдают уже у мультяшного Маркса. Выкрикивая что-то о разрушенном смысле жизни, он набрасывается на Донни. Внезапно ситуацию разрешает из ниоткуда взявшийся ТМК. Он прогоняет Маркса, а Донни оглушает молотком. Хм... Словами, это не было частью сделки. Третий сезон начинается с пошаговой инструкции о том, как нарисовать Кирби. Однако на новый уровень, который носит название Овощная долина, почему-то забрасывают Донни. Не успевает он сделать и шага, как перед нами появляется босс в образе короля Дидиди. Он объявляет, что компания избавилась от того тестировщика. Вероятно, речь идёт о Марксе. Но разговор прерывает появление гигантского глаза. Несколько красных вспышек, и игра завершается. Зато на экране мы видим отчёт о файле Кирби 06. Перечисляются основные признаки заболевания. Частичная ахроматопсия, то есть потеря способности воспринимать цвета, галлюцинации, потеря памяти и попытки наложить на себя руки. Ниже указаны два пациента. Бета-тестировщик 1 со статусом мёртв и бета-тестировщик 2 со статусом заражён. В следующем эпизоде Донни попадает на уровень грин-гринс, который представлен в чёрно-белом виде. Вероятно, сказываются последствия заражения. Персонаж пытается выйти за границу экрана, однако почему-то возвращается обратно с другой стороны. В конце концов, экран начинает перемещаться сам по себе, и Донни вынужден идти в том же направлении. Внезапно перед ним появляется ещё один игровой персонаж. Незнакомец выглядит так же, как Донни, только носит очки. «Кто ты такой?» – задаёт вопрос наш герой. Однако в ответ раздаётся, «Ты тоже пропавший ребёнок?» Внезапно за спиной Донни появляется чёрный силуэт ЧМК, и видео обрывается. Любопытно, что в описании к видео несколько... То есть, получается... Ну, понятно, мы поняли, что дети были уже там, но Донни начинает с ними видеться. Ну, хотя, может, он уже того? Нам-то пока непонятно. Раз повторяется фраза «Ты должен помнить». Новый эпизод. И мы наблюдаем, как Кирби беззаботно летает по небу, сидя на жёлтой звезде. Внезапно его сбивает на землю Маркс, после чего безжалостно расправляется с беднягой. А, жесть! Ещё одна подделка! Обескураженно думает злодей. В это время за его спиной появляется ЧМК. Вирус осуждает действия Маркса, ведь это противоречит некому плану. В ответ Маркс сильно толкает ЧМК. Но тот, пролетев несколько метров, остаётся на ногах. Ты лгал мне! Ты обещал, что Донни не пострадает! Вирус пытается пристыдить бывшего союзника. Однако Маркс отвечает, что всё это время преследовал собственные цели. И теперь он хочет знать, где скрывается Донни. И вот мы возвращаемся. У вируса были планы на Донни. А у Маркса были планы убить Донни. Угу. Вращаемся к моменту, на котором оборвался предыдущий эпизод. Заметив силуэт ТМК за спиной, Донни оборачивается. Но там уже никого нет. Персонаж в очках предупреждает. Он хочет убить тебя, Донни! Нужно вернуть твою память! Эпизод заканчивается жуткой улыбкой Маркса. 22 эпизод. Вот мы и добрались до последней вышедшей серии хоррора. Сначала перед нами просто стена, составленная из кирпичиков с надписью «Кирби». Субтитры дают понять, что мы находимся в чистилище. А где субтитры? Далее на экране появляется Маркс, который лежит в луже розовой крови. Я думаю, нам описание дают, что не просто так. Нам частично только дают кадр, чтобы это не было перезалива. Не могу считать, что с перезаливом. Ну, конечно, да. Но тут в любом случае все не могло бы быть за 29 минут. Конечно. А может, Марк и Донни это один и тот же чел с раздвоением? Маркс, который лежит в луже розовой крови. Вот персонаж приходит в себя и оглядывается по сторонам. В черном пространстве есть только два более-менее осязаемых предмета. Лужа крови и кусок стены. «Я мертв», – с ужасом думает Маркс. Затем на его лице появляется улыбка. «Наконец-то я мертв». На последнем кадре мы видим полицейскую машину и огражденное лентой место преступления. Видимо, здесь мы стали свидетелями триумфа. Маркс, так стремившийся стать частью игры, наконец-то исполнил свою жуткую мечту. А, ну, получается, это его на дороге обольнули. Походу. Итак, каким-то образом в игру, находящуюся в стадии разработки, попал опасный вирус. Непонятно, было ли это случайностью или спланированной диверсией. Однако, как только один из тестировщиков нашел бак в игре, его сначала уволили, а затем оперативно ликвидировали. Но и здесь не все так просто. Оказалось, что Маркс попал под влияние вируса и с радостью принял смерть, чтобы оказаться в игре. А тем временем дела предшественника принял Донни Смит. Ему удалось в определенной степени поправить код, но не удалось избежать вируса. Поэтому он тоже попал в игру, где продолжилось их противостояние с Марксом. До сих пор нельзя определенно сказать, что хочет вирус ТМК. Ставит ли он целью нести вред людям? Или просто хочет разгадать загадку своего появления на свет? Возможно, ответы дадут новые эпизоды хоррора. Но, как говорится, видео о новых эпизодах хоррора будет только когда этих эпизодов выйдет достаточно. Ну, конечно. Я вообще подумал, что, наверное, имело бы смысл дожидаться, пока хотя бы история закончится. Ну, контент-то Фантом убрать откуда-то надо, на что-то надо делать видосы. А пока будешь ждать, что все закончится, и снимать будет нечего. Ну, во-первых. Во-вторых, то видео получится очень длинное. Это тоже. Спасибо за просмотр. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok